Аналитические основы древней цивилизации Если рассмотреть историю человечества с позиции R R у нас достаточно хорошо показано на рисунке То есть прицессе оси Земли, то я построю такую временную прямую Начинается она у меня от эры Льва, то есть это минус 8740 лет до нашей эры От чего я отталкиваюсь как ноль, ну это естественно наша эра Но все даты приблизительно, они конечно не могут быть точно Потому что время практически нелинейное И все-таки в большинстве своем это обосновывается на иудейском календаре На иудейской мифологии Потому что единственное, что дошло до нас в более-менее структуризированном виде, именно она Многие тут не согласятся, но хочется пойти сначала Значит, эра Льва начинается со строительства сфинкса и комплекса пирамид И уже его функционирования Что у нас ири-девы? В эре-девы у нас формируются все-таки частно-собственности отношения Если, грубо говоря, уже в эре Льва они сформировались, есть семейства, рода То в эре-девы их еще нет Люди занимаются собирательством ягод и прочего То есть у них многоженство У них полигамия, у них выживаемость Существует ли в то время ZPNG девайсы? Скорее всего, да Потому что все-таки без них им было бы очень тяжело Что такое ZPNG девайс? Значит, ZPNG девайс, посмотрите в интернете, это очень хорошо описано Это, грубо говоря, волшебный горшок, из которого что-то вылезает или появляется То есть это девайс с КПД выше днется ZPNG, значит, это нулевая точка Из нее выходит энергия, ну там все достаточно просто описано Почему именно в эре Льва начинается самое интересное и самое краеугольное? Потому что именно в сфере эре Льва у нас появляется, дошедшая до наших времен, это синхронизация Для того, чтобы ZPNG девайс устойчиво работал и давал нам то, что мы от него просим Требуется синхронизация его сборки со сборкой пространства Земля Вот это выполнял расфинкс и комплекс пирамид Господин Гешкардин, хоть и Ленинградец, но хороший человек Достаточно подробно это все объясню Просто он не объясняет назначение Он говорит, что это здоровье и так далее и тому подобное Здесь я считаю, что достаточно все просто Здесь энергетика Если у нас в Владивостоке и в Москве крутятся два генератора Они должны быть синхроны Здесь тоже самое Эра Близнецов характеризуется уже появлением многоязычей То есть это развитие языковое То есть рода разделяются и кругляются языки Здесь также появляется культ диаскула Который тот же Гешкардин очень хорошо показывает Эра Близнецов, вообще диаскуры, они как бы не исчезают Как и все остальные эры и их вехи Они продолжают являться нам в нашем пространстве Эра Тельца характеризуется уже развитым земледелием Очень сильно поднимаются злаковые культуры Технологии их не развиваются, особенно пшеницы, кукурузы и так далее То есть до этого такого огромного промышленного производства нет Здесь в эре Тельца именно развиваются эти технологии И появляется огромное количество как бы людей Потому что до этого люди не могли себя прокормить То есть они не были в состоянии, так сказать, обеспечить себя исход Эра Овна Эра Овна характеризуется захватническими имперскими войнами Усиленными, которые достаточно бесшабашно и совершенно схоластично ведутся То есть эти воины совершенно непонятны Причины их непонятны Тем более нам непонятны Эра Рыб Вот мы с ней еще продолжаем жить Эра Рыб характеризуется как Конец Эры Рыб характеризуется как созданием общества потребления То есть здесь вот эти взрывные технологии в конце эры Рыб Перехода Водолея Да, они создали нам общество потребления Значит, общество потребления, оно Ну, оно, в общем-то, чем характеризуется? Вот, очень хороший снимок Это страсти Необузданные страсти Это желания общества То есть безумные какие-то идеи, воплощения То есть мы, в общем-то, вот такие То есть вот этот вот кошмар, это мы То есть мы доросли вот до этого Значит, наступившая эра Водолея Ну, предположим, что она наступила 1 января 2000 года Она накладывается на эру рыб И есть очень замечательная фреска Не могу ее как достать Где показаны, как говорят, чан с водой огромная В нем рыба и Водолей идет не угодно То есть присутствует еще рыба, но уже присутствует Водолея То есть переходность одной эры в другую Вот так То есть все те технологии, которые мы Мы их потеряли, эти технологии Они здесь у нас опять выходят на ручь И многое уже как бы восстановлено Значит, что у нас имеется из официальных таких Достаточно свежих источников Известно о промышленном использовании Опять же те же иудеи Значит, в начале эры Овна Они Покидают Египет в массовом порядке Да? И происходит их трансформация То есть Моисей 40 лет вводит их по пустыне И у них есть Дебенш-Девайс Без него они не могли просто что Значит, на мой взгляд Я, конечно, уважаю идею иудаизма Все это правильно Но, скорее всего, не ближе всего, конечно Толкование Фрейда Где он говорит, что Моисей был все-таки египтянин И это египетские технологии По какой-то причине вытекают Ну, уходят из Египта Почему они бегут из Египта? Скорее всего, они бегут из Египта Как неудавшиеся инженерией И эксплуатирующие Дебенш-Девайс То есть, вот эти все бедствия Саранча, кровь реками и так далее Это все могло быть последствием Неправильной использования Дебенш-Девайс Об этом нечего говорить То есть, его неграмотное использование И, главное, не синхронизация Ведет именно к таким кошмарным Даже большим разрушениям То есть, это очень опасная вещь Если, как бы, люди не умеют упортироваться И здесь у них выходит какая-то накладочка То есть, в какой-то момент Вся иудейская бригада Все это хорошо эксплуатирует И вдруг, бац, у них какая-то засада То есть, у них что-то происходит То есть, иудейская история История очень четко имеет Представление о технологии Обслуживания Дебенш-Девайса То есть, есть сборочный чертеж Рабочий чертеж Переносного храма То есть, хранилище Дебенш-Девайса Есть трактат о том, как нужно себя вести Что делать Тот же кашрут Это огромный фильтр То есть, что человек не должен делать Чтобы он мог потом ему подходить Вот, например, рабочая одежда Обслуживающий персонал Дебенш-Девайса Она до сих пор сохранилась Она основана на Кристально-минеральном планшете Который дает Информацию Как бы такие варнинги, алярмы И ахтунги То есть, он предупреждает Что сейчас у нас пространство нелинейное И никуда не входит Это имеется в виду в какое-то помещение Так же, здесь у него было две Два камни на плечах Тоже, которые его могли предупреждать По цвету Вот эта вся одежда Она только новая То есть, он мог носить только новую свежую одежду Он не мог их вставить То есть, в матрице каких-то прошлых людей Дней и так далее Все это категорически отмыталось Например Например Если посмотреть Вот эти Воскурения То есть Вот это Поиск этого нелинейности праны То есть, что они делали? Они делали воскурение И по поднимающемуся дыму Они определяли Есть ли какие-то нелинейности Есть ли какие-то тублентности Есть ли какая-то Нелинейный экстремум Значит В трактате о создании Вот этого То, что горит Как бы топливо Для вот этого дыма Не допускалось никаких отклонений То есть Создателю этого Топлива То есть, там какие-то травы Вина смешивались То есть, за нарушение технологии Грозила смертная казнь То есть, настолько было Как бы все строго И Потому что, малейшее отклонение Может вызвать какие-то вспышки Нелинейные стали И человек будет думать, что здесь что-то происходит Нелинейное Вернемся к ковчегу Вернемся к ковчегу То есть, ковчег Это у нас, получается Переносной зеркан-жедевайс Который достался Иудеям Ну, скорее всего С египетскими Все-таки жрецами И с египетскими Так скажем Технологами Сопровождающими И это и есть, кстати Подтвердение этого В древних Летописях Иудейских Что в роде Бежавших иудеев Там были египтяне И египетские маги Которые Были С возможными Посохами Которые Творили чудеса То есть, волшебная палочка У каждого там была Вот Значит Ковчег Представлял Из себя Очень сильный Зеркан-жедевайс Это был такой Трансформатор Мощный Прановый В основном Он предназначался Для Ну, он Предназначался Для Создания Каких-то Пространств То есть Они Им Делали Урожай Они Защищались От врагов Он Мог Выполнять Мыслеформы Он Мог Их Защищать Если Посмотреть На Древние Фрески Они С ним И Завоевали Потом Пространство На На Арабских Территориях То есть Он им помогал То есть Их войско было Непобедимым Значит Ковчег Искривлял Сильно Пространство То есть Вот То Та То Помещение В котором Он Находился Оно Это Переносное Помещение Это Переносной Лагерь Значит Вот Вот видите То есть Здесь У нас Тест На Нелинейность Здесь Стоит Ковчег И Постоянно Из него Выходит Значит Такой Вот Смерч Значит Смерч Днем Был Практически Невиден А ночью Он освещал Очень сильно Парастанский Матрон Значит Это Палатка Да Но Есть Рабочий Черпеж Он до сих пор Сохранился В Рудейских Траката Который Говорит Где Хранить Ковчег То есть Это Было Определенное Помещение Деревянное Строго Рекламентированное Из чего Он делался Сколько Локтей Он Был Практически Рабочим Тертажом Помещение Ковчег Оно Строго Было Гравно Размером Самого Ковчега Но Священник Мог Туда Заходить То есть Оно Оставалось Место Для того Чтобы Оно Очень хорошая Картинка Показывающая Что Дым Идет Ровно То есть Никаких Флуктуаций Нет То есть ЗПНЖ Девайс Работает Благополучно Без Всяких Завихрений Без проблем То есть Все Все Замечательно Экипаж Обслуживающий ЗПНЖ Девайс Девайс, каждую секунду исковал свой звезд. То есть, вся система, которая была выработана, каши, руты и так далее, это был огромный энергетический фильтр, который заставлял понижать энтропию человека. То есть, нельзя было есть определенную пищу, нельзя было... Куча была ограничений, которые все сводились к понижению энтропии. Если рассмотреть график энтропии человека по жизни, то рождается энтропия у него высокая, потом она падает, какие-то болезни у него там вызывают всплески энтропии, в конце жизни она у него только растет энтропия. То есть, чем выше энтропия, тем нестабильнее его состояние. Здесь рисунок показан достаточно неправильно. первосвященник делает оскурение, проверяя, есть ли нелинейность во всевозможной работе или нет. У него к ноге вот здесь провязывалась веревка. И в случае каких-то флуктуаций просто он погибал. и люди, которые с ним вместе работали, они вытягивали его заново. Или то, что от него останется. То есть, не всегда это был человек. Ну, это отдельная тема для разговора. То есть, что происходит с обычным человеком, когда он работает с пенженевайсом. то есть, какие могут быть страшные последствия, здесь вот как бы у него была привязана веревка. Дальше. Очень важный момент это понимание пространства, в котором мы с вами живем. Ну, если, так сказать, смотреть на уважаемого моего Феликса и ее доча Зигеля, у него, по-моему, 10-28 см до 10-28 см. То есть, это размеры нашего пространства и Вселенной. Древние считали, что Земля плоская. Ну, она была плоская у них в виде блюдца, в виде, там, может быть, даже седлообразная она была, стояла там на всяких животных и так далее. В этом есть доля правды. Значит, почему мы сейчас подошли опять к модели плоской Земли? Ну, потому что появилось огромное количество дешевых, точных приборов, которые позволяют нам проверить теорию сферообразной Земли. Значит, что нас заставляет думать, что она сфера или там, другая какая-то, значит, шарообразная. Существует, есть, как бы, ряд ZPMG девайсов, которые собирают наше пространство. Ну, одни отвечают за информационную, качество сборки, другие чисто за безопасность. Вот, на севере стоит ZPMG девайс, который делает из плоской Земли, зацикливает пространство в сферах. Все ругаются, бьются, говорят, что одни говорят, что она плоская, другая, что она сфера. И те, и те правы. Почему? Потому что она, на самом деле, плоская, но вот этот ZPMG девайс, который, ну, грубо говоря, Земля-сальник, вот так далее, то есть это может быть небольшой рост. То есть для ZPMG девайса не нужно много пространства. Вот он тупо собирает ее и ограничивает в сферу. И если ему надо, он его хоть в кубик соберет. Для него это не проблема. Знали ли об этом древние? Ну, трудно сказать, но они больше, им была милее, как бы, про пространственную, значит, идея плоской Земли, к которой мы сейчас с вами приходим. Первый храм, это конца эры Умна, строится по египетским технологиям. И получается такой казус, что вроде как евреи бежали, они плохие там, и не дружат с этими плохими египтянами, все враги. И тут, значит, египтяне приезжают, начинают им помогать строить первый храм. Получается какой-то казус, то есть неувязочка. То есть они вроде враждебные люди, там еле убежали, там отбились, там бедные и так далее. И тут, значит, им первый храм строят египетские технологии. Между первым и вторым храмом 70 лет. Значит, вот это очень важный момент. Почему именно 70 лет между первым и вторым храмом? Не будем говорить, что там... Этот храм бы простоял еще больше. То есть он стоял еще века. Всего строили достаточно нормально. Любой ZPMG девайс, собранный человеческими руками на пространстве Земли, он служит всего лишь 7 лет. То есть сборка его работы 7 лет. Первый храм, когда они поняли, что уже в конце он не работает, они уже начали просто строить второй тупу. Потому что он просто не работал и сам делается. Второй храм переходит в Эру Рыб. И, в общем-то, он и создает эту Эру. То есть он позволяет перенести технологию. И его разрушает Вавилон. Ну, скорее всего, он его смог разрушить только потому, что ZPMG девайс уже просто был не рабочий. То есть он... Вавилон туда близко даже не подошел. От него бы ничего не осталось, от самого Вавилона. Значит, что мы здесь видим, какие признаки, какие артефакты, какие памятники доходят до нас с отголоском о неправильных эксплуатациях. То есть, о последствиях эксплуатации ZPMG развивается. Значит, здесь у нас получается что? Здесь у нас получается вот... Святой Кристофер, это человек с собачьей головой. Это орки всевозможные, тролли, кентавры, шреки и так далее. То есть какие-то черти, то есть какие-то всевозможные тролли, вот эти все огромные сказки про них и так далее. Все это на самом деле есть. И было потому, что вот эти все ZPMG девайсы использовались. И вся нелинейность, она получалась... То есть это бывшие люди. То есть это бывшие люди, которые превратились в них. Если смотреть... Да, и здесь же у нас получается первые каббалисты. То есть каббализм это бригада расчетчиков, которые, даже были города каббалистов, которые рассчитывают правильную эксплуатацию. То есть если не будет каббалистов, то будут одни вот эти вот. То есть каббализм это нумерологическая школа восточная, которая как бы была создана для эксплуатации ZPMG девайсы. Из нее потом выходит западная ветвь, это школа Пифагора, которая, в общем-то, до сих пор сохранилась в нумерологии. Вот. И... Какие еще у нас чудеса, да? Например, в памятнике Пополь-Вуха, это было в книге Мормоны. В книге Мормоны и Пополь-Вуха тоже, это памятник до Колумба. Есть предания о двух народах. О нефийцах и коломаницах, которые воевали между собой, одни были праведны, другие нет. И в одну ночь, значит, одни из них становятся черными. То есть их кожа чернеет, а они становятся чернокольными. То есть это все, как бы, последствия воин с использованием ZBG. Европейские каббалисты, ну, они, скорее всего, это все-таки такая школа без ZBG-девайсов. Почему? Потому что вот здесь их все вырезали. То есть вот здесь идет инаккризиция, она вырезает все последствия, и все, она уничтожает все ZBG-девайси и все их последствия. Зачем это было сделано? Ну, скорее всего, не было уже школы хороших каббалистов, не было расчетчиков, не было синхронизации. И вот эти ведьмы всевозможные, вот это уничтожение ведьм. Потому что, ну, они повышали очень сильный фон энтропийный в Европе и вообще. То есть они, как бы, не умея, не умея все это делать, они просто, ну, инвизиция была вынуждена это делать, ну, таким ужасным, конечно, способом, но и ничего не оставалось. Вот она там, как Сталин, резала их там направо-налево, и правильных, и неправильных, но свое она сделала. То есть она практически удалила все ZBG-девайсы, остатки, какие-то, ну, бросовые какие-то уже, то есть производные с них и так далее. Ну, как специалисты по всяким ядерным делам, они находят радиационно фонящие штуки, забирают их, дают их все по башке и уезжают. Ну, то есть, ну, ну, так, примерно то же самое. То есть они собирают энтропию, повышающую всевозможные девайсы. И вот эти европейские каббалисты, голем, это все-таки, я считаю, такая подпольщина, где они, ну, все-таки, может быть, имеют какие-то ZBG-девайсы, но тут же их уничтожают, чтобы их просто не покоться, ну, грубо говоря, чтобы не было, ну, здесь они как бы так, в нелегалах. Вот появляется теория числовых рядов на основе каббализма вот этого всего нашего, да. Здесь математика уходит чисто в расчетную сферу и уходит философия математики. Если здесь вот еще, здесь еще была философия математики, да, то здесь уже ее практически нет, здесь от нас все скрывает, и здесь просто начинается дифференциальное уравнение путем перемножения математ. Ну, то есть, все вот это, вся вот эта рутина, которая нужна для, ну, грубо говоря, не числового решения дифференциальных уравнений. Ну, и самый, как бы, нашумевший, так сказать, проект в ННРБ, это, конечно же, Вербольф. Вербольф – это «Зипенджи Девайс», который, в общем-то, действует, который, ради которого создавалась Вторая мировая война, вот, ради него, потому что немцы побежали на Украину и, в общем, побросали все, и бросили «Барбароссы», и так далее. Ну, то есть, все было направлено, вот, на создание Вербольфа. То есть, огромные, просто, и суммы, и жертвы, и, там, огромное количество итальянских метростроиц, и своих немцев, и своих инженеров, то есть, для обеспечения секреты. Значит, что такое Вербольф? Это на глубине 30 метров базальте определенные «Зипенджи» установки. Значит, опять же, это 43-44-й группы, он 43-й, да? Прибавляем 7 свет и получаем событие на Украине. То есть, тот «Зипенджи Девайс» закончился, какие-то могущественные силы, назовем их могущество, они вынуждены менять «Зипенджи Девайс» и устраивать на Украине именно вот этот беспорядок. То есть, только на военном положении можно практически безследно делать вот эти вещи. То есть, в мирное время практически это не возможно. Будем считать, что они заменили «Зипенджи Девайс», он опять действует. Ну, и, в общем-то, он, скорее всего, будет действовать до какого-то момента еще здесь. Значит, какие у нас в наше время мы видим признаки «Зипенджи Девайс» и их эксплуатации? Значит, в СССР была секретная тема физика нелинейных экстремов, который занимался в старом здании на Ленинском целый отдел. отдел весь исчез вообще просто напрочь, потому что они все исчезли все. То есть, там исчезли люди просто. То есть, это жутко особая важность. То есть, особая важность, это, понимаете, это самое секретное, что происходит. То есть, физика нелинейных экстремов создавалась для математического объяснения вот этого паранового трансформации. То есть, они пытались математически, вот этой математикой, они пытались объяснить, то есть, они не брали вот эту философию. Они брали обычные Тейлоры, то есть, обычной наработанной физикой и математикой, они пытались объяснить вот эту нелинейность. То есть, чего-то, так сказать, они боялись. То есть, ну, в двух словах, да. То есть, кто постарше, тот помнит, как на «Жигулях» в советское время перед фарами дачники вешали такие пластиковые решеточки. Я долго думал, зачем это им нужно, но когда я поехал в 4 утра, значит, в 5 по полю, я понял, что эта решетка нужна. То есть, решетка давала нелинейность. Она давала, то есть, квадраты эти, да. И дорога абсолютно серая. То есть, нелинейность можно вычислить только линейность. То есть, когда мы вешаем на фары эту линейность, то есть, сетку вот эту квадратную, да, то мы видим все выбоиные ямы и скаты с нашей дороги. То есть, также они пытались с физиками нелинейных экстремов увидеть нелинейность и фруктуации вот этой праны. То есть, прана, она очень нелинейная. То есть, у нее структура совершенно непонятна. То есть, мы до сих пор не можем понять, что она из себя представляет. То есть, какие у нее природы и она вообще, насколько она многограммная. И почему у нее возникают вот эти все эндропинные всплески. Ну, из, так сказать, всевозможных нехорошестей использования, в основном всякие чупакабры. Значит, это обычные бывшие люди, которые, в общем, свернулись в это чудовище. Вот, и пытаются как-то дальше жить. Ну, они, в общем-то, все вот эти вот сборки человеческие, которые потерпели так вот и сразу, они, конечно, долго не живут и, в общем-то, мучаются. И, в общем-то, умирают. Ну, представьте себе такую ситуацию, что, грубо говоря, в летающую тарелку садится майор Пронят, да, такой здоровенный мужик, а вылезает Алешина. Так вот, понимаете, который пищит, там, кричит. И, в общем, люди в ужасе и падают в обморок, и не знают, что с этим делать. Ну, вот, и главное, что сказать его жене, они не знают. В Москве был комплекс, который резал потом этих чупакабры и Алешин. Вот, мы позже об этом поговорим. У них при этом комплексе рядом была психушка. Она была психушкой для своих, вот тех, кто там работал. Ну, она была не сильно такая, там, с решеткой. Но она была такая, чтобы людей восстановить. То есть, чтобы персонал мог восстановить. Все, все силы были брошены, чтобы они просто не свихнули. Потому что, ну, люди-то были, в общем, все уникальные специалисты, секретные стабилизации. То есть, люди видели такое, а чем просто, ну, потом сходился. Потому что, ну, человек это очень трудно. Понятно. Значит, по ИРам, я надеюсь, будет что-то понятно. Хотелось бы еще несколько слов сказать о тех... Вот, вот иудейские войска идут, завоевывают пространство. Это вот у нас, пожалуйста, наш чек. Вот они здесь вышли на Синай. Вот, и им надо завоевывать пространство. Вот, и у них ничего не остается. Вот, здесь арабы бегают. Они, как-то, не особо дружелюбны к ним. Им нужно просто завоевывать пространство, построить города. И вот они идут, как бы, вот этими получищами. Вот это, например, учебник. Учебник это, вот, такой букварь. Букварь по Библии. Вот это чаша с валами. Значит, почему здесь валы эти стоят, да? Вот это первый или второй, правда? Вот опять войска иудейские идут, завоюют. Вот, видите, в центре стоит. Теперь он ждевать. Вот мы видим Тельца. Вот Телец у нас. То есть мы здесь... Здесь, когда Неисей ходил на гору за скрижалиями Завета, значит, что было, когда он ходил за скрижалиями Завета? Значит, что такое скрижалия? Значит, скрижалии, это были геометрические формы, которые лежали потом в ковчеге. Значит, что такое скрижалия? Что такое скрижалия? Это не пластины, на которых было что-то написано, какие-то каменные, которые нам сейчас себе показывали. В индейских источниках говорят, что это были полупрозрачные кубики, кубические, такие вот, где-то 30 на 30 такие вот, куб, с цилиндрическим отверстием внутри. Значит, и надписи были на них голографически сделаны. Так, что их можно было видеть со всей стороны. То есть надпись, с какой стороны ты не сможешь, она была одна и та же. То есть это очень сложная какая-то геометрическая форма, которая являлась самим ключом этого Зипа. Их было две. Значит, одну пару Моисей разбил. То есть в иудаизме он разбивает эти скрижалии и объясняет это тем, что иудеи перестали его слушать и стали поклоняться Тельцу. То есть он ушел буквально на гору и сказал, что через 40 дней вернется, а его не было там месяца полтора или два. То есть туда, куда он ушел, пространство текло по-другому. То есть он там был, может быть, день или несколько минут, а там уже прошло несколько месяцев. Поэтому иудеи перестали его ждать, думали, что он уже погиб, или бросил их и так далее. По каким-то данным сам Моисей был чуть ли не пятиметрового роста, огромный, совершенно не мог говорить на иудейском языке. Говорил его брат. То есть он все говорил через брата. Мне так кажется, что просто вот эти скрижали, это были как бы, то есть это были ключи энергетические, которые он использовал в какой-то момент. Потом они просто перестали его нужно будет, а он их просто уничтожил. Значит, почему нужно это было уничтожать? Потому что нельзя их оставить, потому что это очень опасно. То есть для ZPNJDVS нужно определенно знать график использования этих ключей. Значит, что такое вот эти золотые тельцы? Значит, иудеи молились золотому тельцу. Почему это было плохо? Да потому что эра тельца, практически вот здесь вот все, практически в эре тельца стояли вот эти коровы священные и быки. повсеместно, то есть они стояли везде и всегда им молились. То есть этому тельцу молились там просто неимоверно, все там надо или не надо. То есть вот даже в иудейских этих чашах сохранились вот эти коровы. Эра Овна, я считаю, начинается, кстати, в последнем фильме «Исход» американского, там очень красиво показано это. Она начинается с того момента, когда иудеи мажут кровью ягнят свои жилища. То есть кровь ягненка, то есть это что это, барашек молман, то есть это овен, они переходят в другую эру. То есть иудеи переходят в этот рубеж и вот этого ягненка, которого они упили, покрыли кровью его свои двери жилищ. Вот это как бы, ну, этап. То есть я считаю, что это где-то вот здесь, да, то есть, ну, здесь, значит, мы видим, что мы видим, то есть начинается эра Овна. Значит, эра Овна, ну, это, как бы, детям 18, да, то есть это сплошные, эти, это, ну, что это, сплошные члены стоят, извиняюсь за выражение. То есть это, так, вот у нас Моисей идет со скрижелем, вот здесь у него дощечки, да, совершенно не кубики, это у нас обманывают. Значит, вот он возвращается своим братом. Вот мы видим, что евреи пляжут, танцуют, и это планета Золотого Тельца. То есть вот, значит, эра Тельца, да, эра Тельца, она и, как бы, и символ ее это Телец, то есть, значит, он негодует, что они, как бы, от него отходят. А что он, он ушел, он их бросил, он, так сказать, ну, провел огромное количество времени, что-то там, и они его уже не ждали, они думали, что он уже все погиб, и так далее. То есть они возвращаются в ту систему ценностей и религий, в которой, в общем, находится эта простая. То есть это вот такая вот языческая, значит, ситуация, вот, где все славят эру Тельца, плодородие земледелие, и они этого молятся, рады, и так далее, и так далее, и так далее. Вот даже, значит, есть жертвоприношение этому Тельцу, значит, этот младенца там беда, там, тельцу, значит, в угоду там уничтожает, и так далее, и так далее. Ну, в общем, тяжело, конечно, там. Вот опять вот, потому что еще хорошая карту, и вот, значит, вот он идет, негодует, и сейчас разобьет эти скрижи. Вот у нас девушку, сейчас зарежу, значит, вот жертвоприношение золотому Тельцу, то есть языческие какие-то обряды, да, жертвоприношение, это отдельный большой разговор, значит, иудеи тоже потом используют, вот мы видим египетские технологии, вот они, значит, ну, в общем-то, понятно, да? Значит, эра Овна, эра Овна, вот, повсеместно, повсеместно, это до сих пор стоят, значит, культ мужского начала и плодородию, значит, переходит вот вот, то есть Тельца мы забросили, теперь у нас эре Овна начинается вот это повсеместное вот такое, то есть Пасха, как бы, российское, да, вот это, куличи вот это, это все вот так, имеет вот эти корни вот отсутствуют, эра Овна. Минут еще, вот они везде тут стоят, так, это мастерец, вот очень интересный момент, ну, это, как бы, не совсем, это битер после 18-го, значит, это у нас переход, из эры Овна в эру рыб, вот, значит, у нас это члены несут лагалищ, то есть эра рыб характеризуется женским началом, то есть рыба это женское начало, вот, и до Средневековья это рыба везде, она везде там фигурирует, вот, и вот, как бы, символизм перехода из эры Овна и Рубы. Значит, давайте вернемся, опять же, к нашим ZPMG девайсам. Нужно подвести небольшой итог сегодняшний, что, ну, что я вам хотел сказать, я хотел сказать, что ZPMG девайсы на протяжении достаточно большого времени использовались, используются и будут использоваться. Проблема в том, как правильно их использовать. Что они, значит, они очень могущественные, эти ZPMG девайсы. То есть, не знание технологий, оно катастрофично. То есть, невозможно их эксплуатации без определенных знаний. Ими обладали древние, вот, мы утратили эти, совершенно утратили эти технологии, и нам сейчас придется все это дело восстанавливать. Значит, в двух словах еще по ННРБ. Самым секретным проектом в ННРБ, самым до сих пор неосвещаемым, и, в общем-то, о приеме молчат, это были технологии пластика. То есть, те фирмы и те компании, которые занимались изготовлением для СС геометрических форм, они до сих пор, как бы, закрыты мраком неизвестности. То есть, все это лежит в архивах ННРБ на ВОДУК стадиона. Но, в принципе, это уже, в общем-то, не важно. То есть, вся пластмасса и все пластики пошли именно оттуда. То есть, для чего им нужны были пластики. То есть, пластик – это легко разрушаемая и легко уничтожаемая геометрическая форма, которую можно в боевых действиях легко уничтожить. То есть, они их изготовляли как ключи, ZPNG девайс, и потом, в случае, их просто уничтожили. То есть, тот же Моисей разбивает скрижали, и здесь эсэсовцы просто уничтожают этот пласт. Ну, я думаю, на сегодня все. Спасибо за субтитры.